Но сегодня я хочу сказать, знаете что, вот о кресте. Мы представляем, что крест, это нас будут вести куда-то на мучения, истязания, убиения. Вот мы такой крест представляем. А крест, это наша повседневная жизнь, где надо терпеть немощи твоего ближнего, где надо отказаться от своих желаний и хотений ради мира в семье, где надо забыть о себе, промолчать, не спорить, не доказывать свою правоту. Вот такой крест, он как-то, знаете, нас не очень-то впечатляет, понимаете? А чего-то я должна выступать, а чего-то я умнее, я... Ну, это я вообще и моложе, и красивее. Кому? Ради чего? Понимаете? Поэтому очень важно для нас понять этот крест, потому что мы, может быть, где-то в мечтах думаем, вот может быть, в конце концов, меня истязают, я умру за Христа и спасусь, и буду мучеником. А может, мучеником можно становиться сейчас, в этой повседневной жизни, где мы должны смиряться, терпеть, стирать пеленки, готовить кушать, а на душе с кошки скребут, что-то делать, понимаете, ради того, чтобы придут с работы. И надо накормить всех. А я плохо себя чувствую, головка болит, давление подскочило. Может, это тоже есть тот крест, который, может быть, очень невидим, который, может быть, конечно, так не очень-то и нас вдохновляет, но это наш крест, и мы его должны нести. А чтобы нести этот крест, надо отвергнуться своего «я», забыть о себе, лёгкая задача – забыть о себе, то есть распять себя со своим «я». Всё. И таких добровольцев на такой крест немомного, я вам скажу. А чё тут такого? А чё тут такого, понимаете? Да. Вот чё тут такого? Вот так люди мечтают о чём-то, живут в каких-то иллюзиях. А вот что надо делать сейчас ради своего ближнего, об этом забывают. Поэтому хотелось бы, чтобы мы трезво смотрели на свою жизнь, искали то, что нам нужно в этой жизни, понимаете? А не то, что нас впечатляет, вдохновляет. Всё это игра воображения. А вот нужно сейчас встать с постели, убрать всё, приготовить, кушать, улыбнуться, а у тебя так плохо. И это, мне кажется, такой подвиг. Для меня это подвиг. Я увидел человека, который говорил какие-то простые вещи, но очень здорово говорил, без всякой прекрасной. Мы же любим прекрасные, старались быть прекрасными, любим всё приукрасить. Мы любим... А как мы произведём? Как на нас посмотрим? Что у нас... А когда человек говорит просто, знаете, ведь такой бальзам, когда человек ничего из себя не строит, это такая красота, ну просто, понимаете, удивительная. Вот мы забыли об этой красоте. Нас все... Мы какое-то себе строим, какой-то имидж, да, какое-то, да, какое-то своё какое-то... Вот я такая, я деловая, я там такая, понимаете, такая энергичная, у меня всё. Надо ли нам это? Бог же знает, как я люблю. И Он нас всё равно любит, несмотря ни на что. Поэтому, дорогие мои, может быть, надо великое искать в малом? Может быть, надо смотреть на свою повседневную жизнь? И как я отношусь к своим близким, самым близким? Считаю ли я себя умнее? Считаю ли я, что я лучше? Может, от моего... Я... Кругом все страдают, но я этого не замечаю. Вот и весь крест сегодня наш. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok